Что меня будет фигачить током. Ох, как страшно выглядит это все это. Вот эту штуку мы сюда присобачиваем. Легкий ток. Ой, повладела! Ну это говорит о том, что работает. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я с вами хочу затестить для меня на самом деле очень страшную маску. Маска из Фаберлик. Вот такая маска электронная. Я надеюсь, что я подготовила все необходимое. И мне не придется бегать. Но, честно говоря, когда я увидела эту маску, я безумно сильно захотела ее заказать и затестировать. Я как-то хожу в один салон и видела там маску NanoAsia, что ли, типа того. Там разные цвета, красный, синий, зеленый. И они по-разному воздействуют. Там тоже нужно 15-20 минут держать эту маску. Стоила она около 12 тысяч. И я такая думаю, блин, ну это дорогая маска, наверное. А тут увидела в Фаберлик маску. Она стоила тоже 12 тысяч. Плюс она со скидкой была за 7,999. И плюс мне как консультанту Фаберлик, ну то есть я там зарегистрирована, мне еще дополнительная скидка. И она мне вышла 6,5 где-то примерно так. Маска электронная. Здесь есть лимфодренаж и питание. Сейчас мы будем с вами делать питание, так как особо лицо у меня не отекает. Лимфодренаж мне не нужен. Тут идут разные комплексы. В общем, я ее еще не пробовала. Хочу с вами попробовать. И честно говоря, она воздействует микротоками. А что касается стока, мне все очень страшно. Но я посмотрела разные обзоры, которые делали девочки. Они так бесстрашно эту маску одевают. И я подумала, ну сделаю это прям вот видео. Жалко не прямой эфир. В прямом эфире, если меня шибанет током, было бы очень весело. Правда? Так, смотрите. Внутри у нас входит инструкция. Здесь говорят, что инструкцию обязательно нужно правильно прочитать. И все правильно применять, чтобы не было всяких последствий. Маска сама выглядит вот так вот. Она очень тоненькая и гибкая. Вот такая вот. Вот с другой стороны. Из какого-то... Она сделана, кстати, из какого-то материала, который можно потом даже сдать. Ну, собственно говоря, сам вот аппарат, на котором мы все будем делать переключать. Здесь тоже контакты. Две батарейки работают от батареек. И еще в комплект входят такие салфеточки. В фикс-прайсе как-то я такие салфеточки покупала, которые... Они там проводником, в общем, являются. Нужно сначала эту маску тканевую нанести, а потом уже основную маску. Называется, кстати, Диаденс Космо. Аппарат косметологический. Его, кстати, как в косметологии применяют, так и дома можно. Так, первым делом я открою батарейки. Вот на этом аппарате мы будем совать батарейки. Вот здесь вот открываются вот так вот. Две батареечки АА поставили. Все. Теперь нам нужно обработать. Вообще написано, что нужно обрабатывать перекисью водорода с содержанием мыльного раствора. Но мыльный раствор там определенный. Например, Прогресс, Астра, Айна, Лотос или Маречка. Я зашла в пятерочку, там ничего этого не было. Поэтому я протру просто трехпроцентной перекисью водорода. Наношу на ватный диск и протираю поверхность с одной стороны вот здесь вот. И другим ватным диском я протру вот с этой внутренней стороны нашу маску. Все обработала. Надеюсь, этого будет достаточно. И мыльный раствор не обязателен. Вообще, я должна была сегодня снимать. И Дэнни не должно было быть дома. Он должен был быть в садике. Но почему-то сказали, что температура. И вчера была температура. Но домой я пришла, температуры нет. Не знаю. В общем, он дома. И поэтому я немного в сложных условиях снимаю. Потому что нет-нет, он может шуметь на фоне. Заранее я приобрела физраствор натрия хлори. 9%. Чтобы его не открывать было удобно, я возьму просто шприцом. Вытяну оттуда нужное количество физраствора. И в нем нам нужно нашу масочку пропитать. Еще одним из обязательных условиях, это то, что лицо должно быть абсолютно чистым. Его нужно протереть тоником. И еще сверху обильно помыть теплой водой. И вытереть насухо полотенцем. Так, сейчас мы берем наш физраствор. Заливаю я вот сюда. Это, наверное, мало. Возьмем еще. Ох, как страшно выглядит это все. Теперь достаем масочку. У меня здесь прям операционный стол. Масочки вот такие маленькие. Мы бросаем масочку сюда. И она, опа, сразу впитывается. В общем, думаю, она достаточно пропитана. Теперь мы ее устанавливаем на наши личика. Мне правда страшно. Эти девчонки делали, не боялись. И вот так как я, прям не подготавливались, мне кажется. Так. Соприкасаться с кожей маска не должна. Не эта, а электронная, которая... Она должна еще хорошо крепиться. Она с ней крепится вот так вот. Раз. Раз. Закрепляется. И сзади вот так вот. В общем, закрепили. Тут поправляем. Тоже закрепляем. Так. Вроде все четко. Нам нужно еще намочить наше запястье, куда мы будем ставить вот это вот приспособление. Нам нужно намочить его водичкой. Насколько я помню. Был контакт. Намочили водичкой, теперь нам нужно это... В общем, здесь происходит вот контакт. Вот эту штуку мы сюда присобачиваем. Нажимаем включить. Здесь появляется вот такая бабочка. Эта бабочка значит, что есть контакт. Здесь у нас время. 15 минут будет длиться сама процедура. Вот это питание значит. Вот это переключаем режим. Это лимфодренаж. Вот такие капельки. Или питание, или лимфодренаж. Я буду делать питание. Стоит сейчас самая маленькая мощность здесь. Короче, вот это вот включить. Я боюсь. Включаю. Включилась. Пошло вот что-то, что-то такое пошло. Непонятное. Пока что я ничего не чувствую. Включу мощность. Побольше. На двойке включила. Пока что тоже ничего не чувствую. Вообще, конечно, чувствовать ты будешь или не будешь чувствовать, это зависит от... Чувствует рука моя. Рука что-то чувствует... Лицо должно, наверное, чувствовать какое-то легкое покалывание. Давайте сделаем побольше еще. С головы. С головы должны сняты быть все побрякушки. Давайте я еще из шеи сниму побрякушки. Показывают, что все идет, действие идет. Я ничего не чувствую. Я, наверное, бесчувственный чурган. Ну, попробую сделать на максимум. Ой, рука моя чувствует конкретно. Легкий ток. Не ток даже, а вот какую-то вибрацию. Руке моей не нравится. Сделаю на 4 обранили. В общем, сидим. Осталось 13 минут. Чем хороша эта маска? Я очень много посмотрела обзоров об этой маске. И микротоки очень хорошо влияют на кожу, на то, чтобы клетка двигаться начинала. В общем, внутреннее воздействие такое, чтобы она оживала, как бы дает ей жизненную силу. Вообще, я сейчас не буду рассказывать о всех этих свойствах, потому что я даже и не передам все это правильно. Но я поняла, что микротоки – это круто. Поэтому я себе такую маску захотела сделать. Вообще, курс идет из 6 или из 9 процедур. Зависит от состояния кожи. Мне, например, лимфодренаж не нужен, но вообще полный курс идет питание-питание, лимфодренаж. Делать каждый день нужно. Вот, например, сегодня я делаю питание, завтра я сделаю питание на 15 минут. И потом третье будет лимфодренаж. Лимфодренаж, говорят, более можно почувствовать. Допустим, питание вот я не чувствую, да, сейчас какие-то микротоки или еще что-то. А вот лимфодренаж уже можно почувствовать и на максимуме, например, уже может быть неприятно. Сделала, кстати, мощность побольше. Теперь уже не рука, ничего не чувствую, не лицо, ну, то есть, не дискомфорта никакого абсолютно нет. Микротоки, ну, прям супер микротоки. Пока я сижу тут, делаю маску и просто не могу уйти, я не знаю, можно ли с ней ходить. Там написано, что ты должен спокойно себя чувствовать, лежать. Я стараюсь расслабляться в этот момент, Дэню просто творит в доме беспредел. Топает, разбрасывает игрушки, лезет туда, куда не надо. А я сижу и даже не могу вскочить и сделать что-то. И жду уже эти две минуты осталось, чтобы все закончилось. Денечка, пойди, солнышко, посмотри мультики, пожалуйста. С ребенком снимать очень тяжело. Представляете, блогеры, у которых двое, трое, и они еще их в садик не водят. И еще в лоб придут. Жесть. Ну все, пошла финишная прямая. Осталась одна минута. Точнее, уже даже меньше минуты осталось. Мне интересно, как оно закончит вещание. Будет какое-то оповещение. Мне все время кажется, что у меня там уже не мокрая рука. Но феечка до сих пор присутствует, а она означает, что есть контакт. Все, закончилось. Отлично. Мы выключаем. Теперь отсоединим контакты здесь. Я не знаю, в какой последовательности надо сделать, но мне вот так ощущается, что надо это делать именно так. Теперь отстегиваем. А, ну здесь мокренько еще. Поэтому был контакт. И снимаем нашу масочку. Ой, повладела! Ну, микротоки, такие микротоки, что я даже не чувствовала. А, честно говоря, боялась, что мне будет фигачить током. Ну что, в принципе, мне процедура понравилась. Я поняла, что моя кожа нечувствительная, и я совершенно не чувствую все эти микротоки. Вначале только чувствовала воздействие вот на руке, знаете, как вот... Ну да, я поняла, что такое такой легкий ток. Это не то, что ток, что... Я примерно представляла, что это будет, знаете, как вот есть... Забыла, как называется. Трансенваль. Я думала, что это примерно как трансенваль будет. Когда его вводишь по лицу, то ты чувствуешь прям такие тык-тык-тык-тык-тык, да? Хотя это тоже же могут быть микротоки, да? Ну, в общем, полезная тема такая. Сейчас я смажу своё личико кремом питательным. И для зрелой кожи. Я вообще рада, что есть какие-то такие маски. Я вообще, когда я вижу какую-то такую маску электронную, мне кажется, она намного эффективнее, чем обычные маски, которые мы используем. Используем. Вот. Поэтому я такую маску рада была приобрести. И с удовольствием буду проходить вот такие курсы с ней. Не хочу ещё вводить в себе никаких инъекций, если честно. Пока что не чувствую, что это нужно делать. И надеюсь, что всякими такими масками и, может быть, там, массаж для лица я ещё продлю молодость своей кожи. Лица. В частности. Кстати, сейчас протёрла вот эту резинку. Смотрите, у меня чёрная ватка. Сейчас начала всё прибираться, смотреть, намазала кожу кремом. И смотрю в зеркало и вижу покраснение. У меня вот здесь вот лёгкое покраснение. Вот здесь вот. И вот тут. Ну, это говорит о том, что работает. Я только рада. Только рада. Начинаю, походу, ещё там где-то читать. Маску нужно помыть проточной водой. Это написано прямо на коробочке. Ещё нужно помыть лицо после того, как вы использовали всё это. И потом нанести питательный крем. Ну, это я всё сделала, в принципе, правильно. Надеюсь, моё видео вам понравилось, было полезным и интересным. Обязательно ставьте лайк. Если у вас есть какие-то такие электронные, электрические, интересные маски, обязательно делитесь в комментариях, пишите название. Я проштудирую, посмотрю. И главное, делитесь эффектом и результатом, насколько оно действует. Для меня очень важно, чтобы был видимый результат. С этой маской написано там, что видимый результат только при применении, естественно, курса. То есть 6 для вот такой кожи, как у меня, я думаю, 6 нужно будет, да. А если более отёчная такая, то это 9. И вот лимфодренаж, он конкретно уже там вот лифтинг, подтягивание. В общем, посмотрим, когда пройдём курс. Где-нибудь во влоге я обязательно упомяну об этом. Ну, а я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. Пока-пока. Пока-пока.